Паркуется где попало. С учетом того, что муниципалитет не разработал четкий регламент парковочных мест в Кишиневе, а полицейские не всегда патрулируют улицы, в час пик город задыхается от бесконечных пробок. Один из примеров улицы Коголничану в центре столицы, о которой наш телеканал рассказал пару недель назад. Из-за оставленных в зоне машин из трех полос движения пользоваться можно только одной. Так улица выглядела две недели назад. Тогда в полиции сообщили, что дороги патрулируют, а нарушителей ПДД штрафуют. Однако с того момента ситуация практически не изменилась. Пока съемочная группа находилась на месте, в зоне не было патрульных. Сами водители тоже признают, ездить по этой дороге в час пик проблематично. Эти незаконные парковки создают очень много неудобств, нужно принять меры. Но это зависит еще и от дисциплины автомобилистов. Необходимы радикальные изменения. Кишиневские власти обязаны что-то сделать. Невозможно ездить. Очень-очень сложно ездить. Ужасно, что делают некоторые водители, создавая трудности другим. В Национальном инспекторате по общественной безопасности отмечают, центральные улицы постоянно находятся под наблюдением полиции. Только вот водителей-нарушителей слишком много. За всеми не уследишь. Что касается данного участка, с понедельника 3 августа совместно с представителями столичной мэрии на улице Кагалничан ежедневно проводят проверки. В понедельник выписали 17 штрафов, во вторник – 24. Мы попытались получить по этому поводу комментарии в мэрии, но на звонки никто не ответил. С начала этой недели только в секторе «Центр» полицейские составили более 90 протоколов за нарушение ПДД. Водителям, которые оставляют транспорт на проезжей части, грозит штраф от полутора до трех тысяч леев. Всего же за неделю в Кишиневе инспекторы составили 364 протокола за незаконную парковку.